Итак, дорогие друзья, всем привет, доброе утро. Надеюсь, что меня хорошо слышно и хорошо видно. Пробую сейчас на новом месте проводить урок. Напишите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно. Может быть, здесь буду проводить уроки. Если здесь вот не будет сбоев со связью, то буду здесь проводить. Надеюсь, что все хорошо видно и хорошо слышно, да? Отлично. Значит, мы продолжаем изучать Тору. И сегодня мы находимся в двух книгах. Мы изучаем сейчас две книги. Первая книга мы изучаем, напоминаю, это законы лошонара, законы злоязычия. Как предостерегаться, не нарушать. Это очень легко нарушить и страшные нарушения, и страшные последствия. Поэтому мы как раз, вот Якова Шатадина, я очень прошу приехать сегодня, как очень важно, чтобы он приехал сюда. Мы здесь оборудуем центр Ваикра такой, да? Центр Ваикра будем оборудовать. Яша, пожалуйста, приезжай быстрее. Значит, нужна твоя помощь. И, значит, мы изучаем первая книга, как не говорить лошонаразное злоязычие. И вторую книгу мы изучаем, мы изучаем вторую книгу, которая называется «Краткая книга заповедей». Это Великим Идрец Хафицхаем выделил все заповеди, актуальные в наше время. Итак, значит, закон лошонараз. Сегодня мы, давайте остановимся на таком законе, что недостаток положительных качеств. Допустим, у кого-то из ваших друзей, знакомых, есть, по вашему мнению, недостаток какого-то положительного качества. То есть вы вот прям реально уверены, что вы можете точно определить качество этого человека. И вы говорите «Да, недостаточно он», значит, и назвайте какое-то качество. Теперь говорит Равзелик Плистин. Он говорит «Эту форму злоязычия надо всячески избегать». Нельзя говорить, что у человека нет какого-либо положительного качества. Вроде, казалось бы, ничего страшного, мало ли, у кого ничего нет. Тем не менее, в иудаизме запрещено делать такой вид замечаний. И здесь он говорит так, что бывает, что человек, он, например, у него есть какой-то недостаток физический или недостаток эмоциональный. Может, он и правда есть, но нельзя об этом никому рассказывать и говорить. Почему? Давайте разберемся, почему. Логика, этот закон, он непонятен. То есть логически непонятно почему. Ну, а что будет, если я скажу, что, например, у какого-нибудь человека, назовем просто имя какого-нибудь, Василиса. У Василисы плохой характер, она пессимистка всегда недовольная. Вот я скажу такую вещь. Во-первых, в самой фразе «Василиса всегда недовольная» есть уже обман. То есть я, помимо того, что я сказал злоязычие, я еще про Василису обманул. Когда есть слово «всегда», однозначно указывает на, значит, слово «всегда» неоднозначно, практически на 100% указывает, что человек, который произнес слово «всегда», он или соврал, или ошибся. Назовите как хотите. Почему? Если я скажу, что Василиса всегда недовольна, но она же иногда бывает довольна, Василиса. Ну, бывала же у нее в жизни ситуация, когда она была довольна хоть один раз. Значит, слово «всегда» уже является обманом. Понятно? Если сказать, что человек, да ты постоянно меня выводишь из себя, обман постоянно не может быть. Ты постоянно врешь. Обман, он не постоянно врет. То есть, когда человек использует категоричные вот эти обобщения «всегда», «постоянно» и так далее, он уже в этом случае ошибается. Теперь, ну, хорошо, а если он говорит очень технично, он говорит, вы знаете, чаще всего Василиса недовольна жизнью, чаще всего Василиса пессимистка, чаще всего Василиса выносит мозг всем вокруг себя. Если человек сказал эту фразу, что здесь плохого? А теперь смотрите, что здесь плохого. Давайте подойдем от обратного. А что здесь хорошего? Вот что здесь хорошего, что люди начинают думать плохо про Василису. Что здесь хорошего? У них нет своих проблем. Они живут, каждый живет в мире своих мыслей, представлений о мире. И теперь вот вы взяли и человеку просто чуть-чуть грязи бросили в его мировосприятие, да? Вот он жил-жил себе. У него в жизни было много разных своих сложностей и проблем. И тут у него еще Василиса это, да, в голове, которая постоянно выносит себе мозг. Даже иногда она выносит себе мозг. Но зачем ему в голове Василиса, которая иногда выносит себе мозг? Это раз. То есть вы чуть-чуть исказили его картину мира и ее очернили, если сказали про Василису злоязычие. Вторая вещь, она не очевидна для большинства людей, но те люди, которые сейчас углубляются в психологию, изучают современное такое, знаете, самое современное описание, есть такое квантовая психология, которое утверждает, как квантовая физика, что наблюдающий за экспериментом, вот в квантовой физике есть главное, главное в квантовой физике есть такое, как бы, идея, что наблюдатель за экспериментом оказывает влияние на эксперимент. Получается, что отсюда же исходит квантовая психология, что когда я фиксирую что-то в своем мировосприятии, я говорю, Василиса выносит мозг, то в этот момент я не только констатирую то, что было, а в этот момент я формирую то, что будет. И человек, который хотел бы, да, здесь шумновато, шумновато чуть-чуть, человек, который хотел бы, чтобы Василиса, она перестала выносить мозг, он не должен этого говорить, он наоборот должен сказать, вот Василиса, она все чаще и чаще позитивно смотрит на мир. Василиса, она такая позитивная девушка, которая вот прямо, она уже прямо излучает позитивизм иногда, иногда излучает. И когда вы так говорите, если исходить из того, что человек своими словами формирует мир, то если 100 человек скажут на Василису, что она становится все позитивней и позитивней, в этот момент Василиса, она станет позитивной девушкой, понятная идея? То есть не говорить лошонара, злоязычия, а говорить наоборот позитивно, как рэб любавический был, вот, кстати, интересно, вы если зайдете потом на этот урок на сайте, я привожу сейчас много историй, раньше приводил про Раф Зильбера, Зихронотца Дихливераха, а сейчас про любавического рэба. Он настолько, он был педантичен в чистом языке, когда к нему приходили, просили благословения на выздоровление больного. Он говорит, нет, нет, говорит, нельзя так говорить, он не больной, он выздоравливающий. Вы хотите, чтобы он выздоровел? Значит, это благословение не на больного, а на выздоравливающего. Он больницу называл не больницей, а дом выздоровления. Дом выздоровления, оно дает энергию выздоровления, выздоравливающий дает энергию выздоровления. Понятно, да, идея? Поэтому нельзя говорить, что у кого-то есть недостаток позитивных, недостаток качеств каких-то, а нужно говорить с точностью до, вот, прямо наоборот нужно говорить. Нужно сказать, что у него не недостаток позитивных качеств, у него есть, знаете, как полупустой стакан, полуполный. Если Василиса чаще негативная, нужно сказать, что Василиса все чаще становится позитивной. Понятно, да? Все, вот это мы разобрались с этим первым пунктом. Теперь второе, второе. Значит, сейчас мы изучаем повелительные заповеди, повелевающие заповеди из Торы. Есть заповедь, которая звучит так. Заповедь, повелевающая держаться, прилепиться к мудрецам Торы и к их ученикам. Значит, откуда выводится эта заповедь? Написано в Торе, что прилепись к Богу. То есть, нужно лейдобек, прилепиться к Богу. Но как можно прилепиться к Богу, если мы учили раньше, что к Богу-то прилепиться нельзя? Мы же знаем, что Всевышний, да? Не может человек увидеть? А не леохоль? А не леохоль? Беседен. Бакус, бакус, бакина, баку, баку. Сан-бэш, 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 сан-бэш. А, бесседен. Значит, давайте я сейчас зайду в дом. Или ладно, я сейчас доведу урок потише. Просто здесь, видите, я сижу на улице, а там человек, которому это приносит неприятные эмоции, он болеет. И, значит, он выздоравливающий, он выздоравливающий человек. Хорошо, давайте я потише буду говорить. Значит, есть заповедь прилепиться к Богу. Теперь написано к Богу. И нужно к нему лейдабек, нужно к нему прилепиться. Но как к нему прилепиться к Богу-то? Бог непостижим, он весь мир, он всему миру дает энергию. Как к нему прилепиться? Это нереально к Богу прилепиться. Теперь объясняет устная Тора в Талмуде, в трактате к Тубот, что когда ты прилепляешься к мудрецу Торы, к человеку, который живет Торой, который постоянно изучает Тору, у которого в голове есть только Тора, в этот момент ты через него, ты присоединяешься, как через Wi-Fi, ты присоединяешься ко Всевышнему. То есть он, представьте себе, есть такие мудрецы Торы, там, великие каббалисты, которые все время, они находятся своими мыслями, вот этот вот сферо, там, они миры, есть разные миры, и они своими мыслями, они прямо прилепляются ко Всевышнему максимально, как может человек его постигнуть. Тут ты к нему приходишь и говоришь, шалом, Ребе, он такой говорит тебе, шалом, и у тебя через вот этот шалом, опа, как Wi-Fi, как Wi-Fi, ты оп, чуть-чуть у тебя просветление такое. Я помню, что я когда приезжал к Искаку Зильберу, у меня были разные вопросы какие-то, что-то мне непонятно, что-то там, знаете, такая бывает, бывает, значит, бывает, что вот на душе как-то, вот, как бы, знаете, есть такое слово на иврите Билбуль, что картина мира, она чуть-чуть начинает, Билбуль, да, как перевести на русский это слово, она начинает запутываться, да, ты не знаешь, вот, знаете, тупик, бывали, я уверен, что у вас были наверняка ситуации, тупик, ты вообще не знаешь, что делать, вот, какая-то ситуация, непонятно вообще, как поступить, и приезжаешь к нему, приезжаешь к нему, значит, кровыцкаку, и, значит, оп, и тебе все понятно, все сразу понятно, все сразу становится, как свет такой в голове, значит, это, и при этом, это повелевающая заповедь из Торы, прилепиться к мудрецам Торы. Татьяна, это хорошо, если человек понимает русский, а я же все-таки в Иерусалиме, и как раз я сейчас, соседний дворик, это, живут нерусскоязычные, для них то, что я сейчас говорю, это вообще просто шум, просто шум, знаете, громкий-громкий шум, который непонятно, что он говорит, значит, хорошо, теперь, давайте дальше, в этой заповеди, как ее делать, я специально, специально я подготовил, подготовил я специально полное, конкретное разъяснение, что и как надо делать, поэтому после урока зайдите, пожалуйста, на сайт, или подпишитесь на канал наш, Ваикра, в Телеграме, мы вам пришлем ссылочку на подробнейшее, пошаговое разъяснение, как прилепиться к мудрецам Торы и к их ученикам, это как технология, знаете, когда ты к Wi-Fi прицепляешься, тебе нужно вбить код, там, Владим, пароль и так далее, вот в этой заповеди прилепиться, да, Шалом Раиса Васильевна тоже, чтобы к ним прилепиться, есть там нюансы, есть код такой, и, значит, вы зайдите на сайт Ваикра, вот этот урок, и будет там ссылочка на технологию, как к ним прилепиться, значит, и в заключение сегодня я как раз хочу рассказать, хочу рассказать историю про Любавичского Рэба, которая тоже будет в описании к этому уроку, вот, когда мы изучаем истории про мудрецов Торы, истории про таких, когда мы изучаем истории, то мы прилепляемся к мудрецам, но вживую их увидеть и услышать, это намного лучше, это намного круче, но, как минимум, можно их, про них почитать, и посмотреть видео можно, да, например, в Ютубе можно найти про Любавичского Рэба, и про Равзильбера, значит, про Рэба такая история, была, была, значит, была эта история в Австралии, в Австралии, и, значит, в Австралии пришла девушка, которая хотела пройти Ди-Юр, пришла она к Равину, и этот Равин, ее выслушал, и говорит, нет, говорит, мы не можем, чтобы ты прошла Ди-Юр. Почему? Ты живешь в нееврейском мире, в нееврейской среде, ну, как ты будешь, как ты будешь соблюдать заповеди, как ты будешь жить еврейской жизнью, если у тебя вокруг нееврейская такая среда, и это нереально, все, и он ей сказал, он ей отказал, говорит, верь в Бога, люби Бога, выполняй заповеди, заповеди, семь заповедей, для, для сыновей Ноаха, да, для всего мира, семь заповедей, и кто соблюдает эти заповеди, то отлично, ему не обязательно быть евреем, зачем тебе нужны лишний головняк, взять на себя выполнение всех заповедей, и всех запретов, зачем это тебе нужно? И он ей сказал, не нужно, и отказал. Теперь, значит, эта девушка впала в глубокую депрессию, представляете, и дошло даже до больницы. Теперь Равин, который был помощник, того главного Равина, который ей отказал, он интересовался ее судьбой, и он решил написать Любавическому Рэбе письмо, решил написать письмо Любавическому Рэбе, значит, по поводу, сейчас, секундочку, значит, вот этот Равин написал Рэбе письмо, и, чтобы спросить, что с ней делать, и тут, представляете, вот это вот очень интересный такой нюанс. Рэбе пишет ему письмо, там какое-то следующее в ответ, и спрашивает, и спрашивает у него, а как дела у той еврейской девушки? Этот Равин был изумлен. Какая еврейская девушка? Она хотела пройти дьюр, она не еврейская девушка, она из англиканской семьи, англиканского, какое-то направление в крестьянстве, значит, но если Рэбе написал, как дела у этой еврейской девушки, то, значит, они пошли к ней, начали проверять, связались с ее матерью, ее мать, которая родилась в Англии, в конце концов, она им говорит, ладно, я вам расскажу, я из еврейской семьи артодоксальной, но я в молодости отказалась от веры предков, вышла замуж за нееврея, и переехала в Австралию, и всю жизнь, я никогда в жизни больше не вспоминала про иудаизм, и не хотела, чтобы дочка моя переходила, ну, чтобы она соблюдала, то есть я хотела уйти от евреев, и, значит, но я вижу, что ее все равно к этому тянет, у нее депрессия, она хочет пройти дьюр, и я, говорит, я, говорит, все, рассказала эту историю, оказалось, что девушка еврейка, тогда этот раввин гутник не мог понять, откуда Рэбе узнал, что она еврейка, вот этот вопрос, то есть он писал вопрос, проходить ей дьюр, или не проходить, а он спрашивает, как дела у этой еврейской девушки, и оказалось, что эта девушка, по совету второго раввина, этого помощника, тоже написала ему письмо Рэбе, и он по письму понял, что она все-таки еврейская девушка, он говорит, как-то он это понял, вот, представляете, вот такие вот есть случаи, кстати, интересно, что евреи, евреи, было же, когда вышли из Египта, было 600 тысяч мужчин, почти было, 2-3 миллиона человек вышли из Египта, 3333 года назад, и потом, потом 10 колен, то есть получается, 10 колен из 12, это 5 шестых народа, они куда-то ушли, и где-то растворились, и интересно, что когда ушли, 5 шестых народа исчезли, то вполне возможно, что на сегодня, на сегодня практически в каждом, каждом человеке в мире есть часть еврейской крови, и по матери оно передается, по матери, по матери, по матери, по матери, поэтому потенциально каждый может быть евреем, и вот тут интересно, это чисто мое сейчас такая идея, я вам хочу сказать буквально пару слов, как я думаю, написано, что перед приходом Машеха все станет ясно, перед приходом Машеха найдутся эти 10 пропавших колен, перед приходом Машеха мир войдет в состояние полной, стопроцентной ясности, да, вот как бывает, что человеку, вот ему все ясно, а бывает ему ничего не понятно, да, одному и тому же человека, а если он выпьет два стакана водки, ему кажется, что ясно, а на самом деле ничего не понятно, но мы сейчас приходим в состояние, когда есть стопроцентный доступ к информации, мы сейчас можем, можем слушать родиторы, вообще из любой точки мира, и сейчас вот эти генетические анализы сейчас доходят до такой вот, как бы сказать, проникновения в эту ДНК, там, в информационный код клеток, что очень-очень скоро будет точно понятно, где эти 10 колен, и написано, что перед приходом Машеха эти 10 колен найдутся, и вот мы сейчас находимся буквально там в год-два-три от того, чтобы полностью расшифровать код вот этих ДНК, и понять точно, уже понятно, когда проходишь ДНК, понятно, сколько в каждом из нас из неандертальца, так, еще скоро будет понятно, сколько в каждом из нас из 10 пропавших колен, все, всем удачи, успехов, прекрасного дня, подпишитесь на телеграм-канал Воикра, чтобы получать рассылки в аудио формате, в формате уроков, у нас очень много уроков разных полезных, и присоединяйтесь к ускорению вот этого процесса, то есть, чем больше мы будем распространять Торы и прикрепляться к мудрецам Торы, тем быстрее вот этот божественный свет дойдет до каждого темного места в мире и придет в Машеах. Все, удачи, всем успехов, хорошего дня, всем полного выздоровления, чтобы был только чистый позитивный язык у всех.